Известно, что один из таких универсальных методов постоянных решений, это основа группового анализа взять инфрациальных поравнений. Решения, которые вы нашли, они, может быть, возможно, куда-то уже вкладываются, нет известных результатов, которые развиваются. Потому что это техники. Значит, если вы мне укажете, куда они вошли, я вам буду очень благодарен. Я, конечно, все решения, до этого неизвестные, попытался тоже оплатить. Что-то, может быть, чуть-чуть похожее есть, но именно такой пример. Так вот, я в список литературы, смотри, вашей, и ни одной работы по данному анализа визуру. Понимаете, эти вещи, опять дискутировать, которые и так известны. Зачем? Эти решения есть, они подробно изучены. Мы хотели получить вот одно. А вот граничные условия как-то вводить на сложность или хотя бы периодичные? Вот периодичные. Знаете, да, здесь у меня есть две минуты. Получено решение в виде плоских волн. Чем хорошо это решение? Из него можно комбинировать, строить что-то другое, более сложное. Понимаете? Если вот это сделать, тогда можно уже говорить и о основном решении этой задачи Каши, и о чем-то более-более сложном. Пока только отдельные, частные решения перед нами. Но в перспективе, конечно, мы с помощью их что-то попытаемся построить. Ну, ведь вы смотрели, это еще не запрошено. У меня тогда вопрос. Вы смотрели, это нелинейное уравнение, да? Комбинировать решения, это нелинейные ключи. И так просто, да? Ваше так. Кроме того, у вас решение уже комплексное. А вот комплексное, а как надо делать из этих вещей, это совершенно непонятно. Надо подумать, что я не одна. Нет, ну, то, я скажу, как это не вы первые, я думаю, что такие решения пытались строить. А вы представляете, вот то, что вы получили в исходную систему, без всяких, там, если нас полно, правда, получается у вас? Хорошо. Если бы это не правильно, то и говорить нечего. Тогда, значит, если у вас еще амплитуда как-то вот так связана, да? Нижний Кост, да, но этот может вообще сводить все-таки номерные задачи, это еще много делений, если там, я их не знаю. Вот, ну, просто там, извините, очень много народу такими решениями занимался. Я думаю, первое, что в голову придет человек, вот, естественно, вот такого типа строить решения, себя без экспонента поставить, так, посмотреть. Я думаю, что это дело, что там и нам есть на это. Что это дело, что не получено? Все дело, это фактически их уравнивает. Нет, так что, ну, так сказать, есть уравнение на вес токса, да? Вы получили точные решения, не комплектные, да? На самом деле, у комплектных решений особо не будет. Они говорят, что не комплектные, а потому что это самая, это чистая вещь. Ну, как же они чистые вещей, потому что у вас словно экспонент, да, экспонент, да, хорошо, скажите. Так, какие же... Еще, ниже. Да, ниже. Еще, ниже. Вот, здорово. Их лет на большее не принадлежит. Ниже. Я бы просто... Еще дальше. Сейчас, дальше. Сейчас, дальше. Ну, да, ну, как, у вас экспоненты, они не комплектные. Экспоненты, да? Первый, естественно. Первый, как бывает, дневную часть возьмете, когда у вас линейная задача, да, и сам у вас здесь, вот она, у парицы. Вот это, как говорится, большая вещь. Первый, естественно, вы ожидаете, что вы контролируете, если вы возьмете, не замечаясь, а, соответственно, припознаете уравнение, да, то получается точно, правильно? Я говорю, что вещественная часть. Ну, вещественная часть все равно, в общем, совершенно хорошо. Ну, хорошо. Вот, но я думаю, что все-таки вот такие решения, такого типа, есть ли они, где есть? Я бы лучше не продастуюсь. Я бы лучше не продастуюсь. Я бы лучше не продастуюсь. У меня такая же... Да даже если не краевая, все равно решение. Интересно. Так, ну, еще вопросы есть? Ну, спасибо. 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 Спасибо.